них написано что в постороннем вход воспрещен вот какие куски породы нависают прямо над головой тут и крепи обрушились то есть тут было обрушение свода проходим еще один завал всем привет с вами степа волк с горный серпантин ведет меня в сторону сербии где я пробуду некоторое время и планирую там немножечко полазить по интересным объектом под белградом и в самом белграде первая ночевка в сербии прошла отлично стоял в таком вот замечательном хвойном лесочке правда лагерь я уже снял и сейчас выдвигаюсь в сторону белграда точнее не самого белграда а перед белградом у меня есть одно место которое я хотел бы посмотреть прямо рядом со входом в рудник видим парочку плакатов на одном из них написано что вход посторонним вход воспрещен а второй на втором указаны все данные рудника то есть кто является инвестором кем был разработан проект так выглядит вход в рудник это портал штольни и оттуда сейчас садит прям ледяным воздухом вот к сожалению невозможно никак на камеру передать контраст воздуха который исходит час раз из рудника и обычного атмосферного воздуха то есть сейчас на улице где-то около плюс 40 градусов а там ну около плюс 8 наверное градусов и прям вот ледяной воздух он выходит оттуда дует и смешивается с этим теплым воздухом прямо слоями вход слегка зарос крапивой выше моего роста но это не страшно двери гостеприимно открыты внутри нас встречает стайка летучих мышей и крепи которые сейчас в очень даже неплохом состоянии вообще как я понимаю что рудник не эксплуатируется но он был выведен из эксплуатации относительно недавно судя вот по этим табличкам и сколько всяких различных наростов можно наблюдать на крепях не обошлось здесь и без различных надписей отпечатков ладоней вот здесь например стоит дата 28 апреля по моему 97 года вот какие куски породы нависают прямо над головой и для чего нужны крепи как говорится а вообще конечно бешеный перепад температуры между тем что в руднике и между тем что на улице вот здесь вот идет еще какое-то ответвление но пока пойдем по главному штреку тут даже вполне цивильный вход туда есть глубокая выработка похожие на ствол на рудоспуск как оказалось это не рудоспуск а всего лишь камера где вырабатывали породу и вот там она заканчивается наверху нависающим камнем это можно сейчас тоже попробовать пройти сначала вперед по этому ответвлению посмотрите какой ужас творится сколько здесь было выбрано породы над основным штреком где мы шли вот куда сейчас отправимся вот эти вот все деревяшки они выполняют роль крепий набитых в принципе абы как чтобы порода не обрушилась в основной штрек а здесь мне кажется уже скоро заканчивается эта выработка здесь тоже просто выбирали породу да так и есть отсюда тоже спуск в основной штрек и какие-то пометки идут на ленточках уже не первую ленточку такую встречаю вот оттуда мы только что спустились здесь еще камеры где выбирали породу сейчас я покажу она идет в две стороны естественно обе стороны тупиковые и поскольку полезная порода залегает не везде то есть она идет как бы пластами в определенных местах есть полезная порода в определенных нет то как я понимаю вот эти вот выработки они были связаны с тем что маркшейдеры определяли где полезная порода там велись разработки стороны от основного от основной штольня а тут мы сейчас вновь выходим в основной штрек точнее в основную штольню и продолжаем двигаться направо точнее удаляться от входа вот еще справа попадается выработка забой и там символика сербской православной церкви вот посмотрите какая плесень она обволокла эти крепи словно каким-то пакетом невероятно совершенно смотрится на самом деле это тоже своего рода живое существо это плесень она прям перетекает с одной деревяшки по крепим на другую вот например еще выработка которая проходилась вообще под углом и к вертикальной и горизонтальной плоскости и тоже здесь набита крепий чтобы все это не обвалилась сюда в основную штольню точнее у меня уже есть такое предположение что штольня то здесь одна на самом деле я думаю здесь стоит сделать небольшую ремарку об отличиях штольни и штрека штольня это горизонтальная выработка которая имеет выход на открытую поверхность на свежий воздух на гора как говорят шахтеры а штрек это тоже горизонтальная выработка которая не имеет выхода на открытую поверхность и при этом она может использоваться как для выработки так и быть технической для скажем соединения между штреками между штольнями то есть основное отличие именно в возможности выйти на улицу выйти на белый свет на гора вот в этом и отличие между штольней и штреком а впереди нас встречает небольшой завал я думаю не проблемно будет сейчас его преодолеть тут и крепи обрушились то есть тут принципе было обрушение свода этой штольни вот такие ленточки периодически встречаются с различными цифрами с различными обозначениями видимо это какие-то обозначения которые оставляли рабочие вот здесь можем видеть порушенные крепи и в сторону уходит еще выработка скорее всего она тупиковая но я думаю пойдем ее сейчас сразу посмотрим и кажется что она там уже заканчивается интересно как раз что здесь порода свод этого штрека не укреплен ничем вот еще одна выработка то есть очевидно этого использовались эти выработки именно для добычи полезной породы полезная порода выбиралась и шахтеры шли дальше вглубь скалы и тут дальше продолжается это штольня уже без крепий интересно я так понимаю что здесь не будет никаких ответвлений и тут естественно тоже один уровень то есть тут нету горизонтов интересно насколько глубоко внутрь она уходит радует что все выработки здесь сухие потому что я не стала одевать сапоги сапоги у меня есть с собой но если я наткнусь здесь на воду и придется захочется пройти через затопленные участки то придется возвращаться за сапогами в машину чего конечно делать мне хотелось бы вот справа сейчас примыкает еще одна рабочая выработка и сверху здесь очень интересно выбирали породу и вот там вот явно текли грунтовые воды тут достаточно сырое место по сравнению со всеми остальными выработками в этом руднике вот еще один довольно крупный зал можно так его обозвать где велась разработка породы тоже здесь уходят выработки в разные стороны еще очень интересно каким способом здесь проходили эти выработки потому что я например не вижу шпуры то есть обычно когда выработки ведутся взрывным способом то можно в разных местах видеть шпуры которые пробуриваются в породе потом туда закладывается взрывчатка производится взрыв и необходимый участок породы обрушается здесь я шпур вообще не вижу и опять везде видим такие записки проходим еще один завал когда-то здесь тоже он был укреплен крепями и он какие глыбы откалываются тут хорошо видно как выбирали породу то есть ее такими вот уступами откалывали и еще остался артефакт со времен работы этого рудника смотрите какой ключик интересно хорошо проржавел поэтому не читается какого размера ключик но добрый ключик не маленький что интересно такой тяжелый и вот я так понимаю мы добрались до конца этого рудника этой штольни потому что дальше тут уже нету никаких выработок уже на обратном пути обратил внимание точнее мое внимание привлекла забитая в породу деревяшка и здесь отметка 100 метров но на самом деле рудник идет еще туда вглубь достаточно прилично друзья не забудьте поставить лайк под этим видео и поделиться им с друзьями до скорых встреч и всего вам самого наилучшего